Если родители не подают ему пример с собственным поведением, то вы никак не сможете подготовить ребенка. Самый простой пример, если вы сами идете с ним на красный свет, а потом будете требовать от него каких-то соблюдений правил дорожного движения, то даже если он будет кивать и говорить, да-да-да, папа, да, я знаю, там на красный свет не идти, он видит, как много раз выслили. То же самое, с ним нужно заниматься, разговаривать, кто такой знакомый человек, незнакомый человек, да. Для вас знакомый человек – это тетя, там, или дядя, или тетя Паша, или там еще кто-то, которого вы знаете как знакомого, да, но это такой отдаленный знакомый. А видя, как вы с ним разговариваете, непринужденно здороваетесь за руку, там, похлопаете по плечу, там, может быть, даже обмениваетесь телефонами, ребенок его восприняет как близкого человека и может с ним уйти. Это очень такая болезненная тема. Ребенок должен знать, кто родной для него человек, с кем он может уйти – из детского сада, со школы, не предупредив родителей и так далее. И кто для него является чужим человеком. Как вести себя одному в квартире, что он должен делать, когда звонят по телефону, как он должен отвечать. Вы должны с ним это все в форме игры проигрывать. Многократно. Что вы, так сказать, вы находитесь где-то рядом, да, он не один дома, и что просто папа или мама не может там в ванне моется, выйдет, потом перезвоните, он потом вам скажет. Или оставьте свой телефон. Телефон он не оставляет, значит, не поднимайте больше. Автоответчики покупайте. Покупайте определители номера, чтобы он, если он читает, он должен знать, какие номера родных и близких, кто может позвонить. Чужие номера он не поднимает. И так далее. Как он закрывает дверь. Кого он пускает, кого он не пускает вообще. Как разговаривает через дверь. Как играет с этими незнакомыми людьми, так сказать, запугивая их, что он сейчас звонит, он сейчас поднимает, он разговаривает и так далее. Как он выходит из дверей, когда вы его оставляете, он там, допустим, во вторую смену сам уходит, да, что сейчас очень редко бывает, и не надо этого делать. Но многие, ну нет возможности, да, все равно ребенок там третий, пятый класс, он сам выходит. Как он должен выходить из дверей. Что он должен смотреть, что он должен слушать. Как он воспринимает эту обстановку на лестничной площадке и так далее. Как он должен это делать. Как выходить из подъезда, не только из квартиры. Как заходить в подъезд, как заходить в квартиру. Где он должен держать ключ, как он заходит или выходит. Что у него может быть из вот этих средств, из технических, которых сейчас предоставляет. То же самое, такой же ремонт, спокойный. Не надо давать ему перцовый, так сказать, этот баллончик, которыми сейчас в школах очень многие пользуются, и потом родители штрафуют за это. И, не дай бог, у людей же может быть аллергия на это. И потом, может быть, у нас в Краснодаре 8 или 10 случаев таких было. Вся школа выходила из-за того, что маленькие дети баловались так. А тем более сейчас, знаете, в связи со стрельбой, у них просто перегружена психика. Они могут в любой момент неадекватно себя повести. А этой штукой они, так сказать, даже если будут баловаться, он не нанесет вреда окружающим. А вот это, казалось бы, разрешенное средство, да, перцовые там эти и различные газовые баллончики, они могут нанести вред человеку. Электрошокер тоже может нанести вред человеку, если человек не подготовлен к тому или ребенок. Дома, да, если он еще может воспользоваться, если там кто-то врывается в квартиру, он должен знать, где у него там этот электрошокер лежит там или что-то. А с собой вот только такие вещи. И самое главное, он должен как себя вести, как подавать себя, как жертву, как агрессора, когда его тянут, когда ему закрывают рот, когда там подходит кто-то чужой и спрашивает, мальчик тебе помочь или девочка тебе помочь. Он обязательно должен все время делиться с вами, не бояться. Если вы на него все время кричите и ругаете, то он никогда не будет с вами делиться, что с ним что-то произошло. А он обязательно должен с вами делиться или хотя бы со своими старшими, с сестрой, с братом рассказывать, что с ним что-то такое произошло. Разбирать эти ситуации. Как вести себя с вот животными, там, столкнувшись на личной клетке. Если ты побежишь, его выводит, допустим, там, какого-нибудь добермана выводит какая-нибудь старушка, а ребенок отыспугался и побежал, то доберманы старушку свалят и ребенка покусают. Поэтому здесь тоже нужно объяснять, как себя вести с собаками и так далее.